здравствуйте друзья вопрос зачитываю доброго времени суток михаил меня зовут сергей я из украины смотрю ваш канал последнее время особо тщательно рассмотреть пожалуйста мою ситуацию мне 33 года в этом году исполняется такой возраст что пора бы уже определиться куда двигаться в этой жизни я женат на прекрасной девушки у нас двое очаровательных дочек полтора и три года но они еще пока на родине я сейчас в сша по туристической визе меняю статус на студенческий пойду учить язык так как ни в школе не в техникуме не в университете английского языка у меня не было имея высшее техническое образование инженер механик нахожусь в процессе легализации я я честно сказать не понял каким образом пока пока вот так студенческую визу и легализации хорошо есть надежда что в этом году стану счастливым обладателем грин карты но может у него родственники там какие-то воссоединяются не знаю имею желание стать тестером и в свободную минутку бывает что-то подчитываю посматриваю ваш русский курс но включая ваш англоязычный видеокурс понимаю что практически ничего не понимаю и это меня пугает жена наоборот по-английски говорит так как училась на преподавателя английского языка и в данный момент помогает деткам как репетитор идеальность целью я вижу чтобы и она и я работали в этой сфере но она пока молчит по поводу такого развития событий говорит если тебе нравится занимайся я не против я же не знаю что это такое слова жены а мне и действительно пока все понятно и ничего тяжко в этом я пока не увидел что лучше вернуться домой и сразу пойти на курсы устроиться на работу тестером в украине на 6 12 месяцев и подтягивать язык параллельно или же все-таки здесь быть и стараться все это делать сделать не выезжая из сша но тогда получится что в этом году я никак не отучусь и не найду стажировку здесь так как язык очень слабый или же есть какие-то варианты пораньше влиться в жизнь теста подскажите пожалуйста с чего начать как продолжить как все-таки состоятся в тестировании большое спасибо за ваш канал он помогает преодолеть порой непростые времена и дарит веру в лучшее будущее друзья но на такой волне я же чё теперь я как порядочный человек уже должен но если не жениться то позитивно осветить давайте посмотрим что мы имеем друзья в непонятках у нас процесс легализации который как-то идет видимо параллельно с тем что у нас молодой человек хочет сергей его зовут что он хочет получить английский в стране где-то параллельно идет процесс легализации ну хорошо я я так вот не могу ничего придумать кроме воссоединения может быть родственниками какие для того чтобы ответить на его вопрос по-серьезному надо разделить задачи на краткосрочные вот сиюминутные и долгосрочные не совсем так и глобальные но вот под долгосрочными мы будем поймать что-нибудь там скажем 5 6 7 лет от сегодняшнего дня а краткосрочные это вот ну вот скажем год полтора может быть даже два что получается он решил быть там тестировщиком программного обеспечения хотя честно сказать инженеры механики тоже очень востребованные люди я вот сколько я знаю бывших советских инженеров механика все кто хотел все нашли работу и работают и неплохо зарабатывается но это отдельно допустим он вот почему-то не хочет быть инженером механиком а хочет быть там тестировщиком ради бога ему поэтому и легко дается что он все таки инженерного образа мысли человек и так как бы там структурированная то есть логическая и так далее поэтому конечно ему тестирование очень очень легко дается пока что да значит пока он там все хорошо понимает и так в долгосрочном плане мы не знаем чего захочет его жена делать оказавшись уже в сша и когда детям будет не полтора года и три да сколько там вот а когда будет может быть там шесть семь восемь там и так далее и захочется работать после сейчас она ему беду я же не знаю что это и и она права в том смысле что ей и не до этого у нее слава богу двое двое там прекрасных деток и она она же она же женщина она давайте реализуется через деток значительной степени не говоря о том что может быть ей карьеру тоже хочется какую-то со временем но сейчас то поэтому оставили пока жену она может быть придет к этому или еще к чему-нибудь придет мы мы не знаем и вот возможности у него колоссальные мы не знаем сегодня ее талантов которые вдруг проявятся когда она окажется вот в этой обстановке они они в какой-то другой машина какой-то бизнес начнет запросто можете начать такому научиться что вообще в голову никому сегодня не приходит это так часто бывают что этим вообще никого удивить нельзя вот допустим вы где он был человек он там все же сделал это потом то потом это здесь вот он стал там кем-то еще когда обычное дело нормально вот значит мы смотрим сейчас на сергея вот жену пока не трогать у него нет английского он решил войти в американскую жизнь через тестирование программного обеспечения пока что он работать не может он думал что он у нас получится но у нас в обучении на английском у нас просто не сможет учиться пока пока что не сможет значит он конечно может там целый год вы жить в отрыве от замечательной жены и двух прекрасных деток и и я честно говоря не могу ответить сам себе вот я думаю для чего бы он вот это хотел сделать что в обмен он получит я я не представляю себе то есть он конечно с одной стороны будет тут вот находиться в языковой среде в какой-то степени хотя там где там из киева я не помню значит откуда они там где он живет значит он может прекрасно за три копейки там брать уроки английского и учить на английском учить тестирование там все что угодно учить если он при этом закончить не тамошние курсы а там их полно пусть он три пары курсов закончить в конце концов что такое ну пусть он закончит пусть он работает за абсолютно любые копейки которые мы там заплатят не имеет никакого значения сколько ему там долларов заплатить вот я уже не говоря о том что вы видели вот парня из одессы до который вот так тоже курсы закончил и пошел работать на компанию из киеве кипрскую работает в онлайн он он инвалид поэтому чё там много возможностей есть но я думаю если если что-то позитивное в том чтобы он остался в сша вот это время и они поехал бы домой и реализовывал там вполне разумный план поучиться поработать параллельно с этим происходит значит у него легализация взяли приехали там все вместе ли он допустим поехал один нашел работу там обустроил гнездышко там привез жену с детками ну то есть я думаю что же такое кроме некоторого относительно сомнительного выигрыша в изучении английского почему сомнительно потому что язык хорошо учить не на курсах об деятельности в какой-то в практической и на 90 процентов эту деятельность он может все спокойно создать в украине там или в любой другой стране то есть у него есть youtube у него есть интернет у него в широком смысле то есть там курсы всевозможные у него есть преподаватели которые там где он живет намного дешевле обходится чем если бы он оказался в сша он не должен поддерживать уровень расходов которые вот сша ему придется поддерживать и это намного пребывание здесь намного дороже чем пребывание там вот я могу сказать что я не вижу не вижу оснований наверное это больше эмоционально знаете в эмоциональном плане ему хочется быть в америке потому что что-то такое здесь должно произойти чего может быть непонятно еще чего но вот он уже тут он уже вот вот уже вот я это отношу больше к эмоциональному и я еще хочу сказать что разлука и и годичные даже полугодичная с женой и и с детками это не хорошая штука то есть конечно люди по обстоятельствам так случается что им приходится иногда но если есть возможность этого не делать то лучше этого не делать а лучше быть женой и с детками это и для деток хорошо и для жены хорошо и и для парня хорошо быть рядом с женой и с детками они вот еще где-то вы себе представить не можете сколько я видел вот таких ситуаций когда человек едет с мыслями с мыслями о том что он сейчас обустроиться и заберет жену и деток и вы себе представить не можете чем это все кончается хотя можете почему не можете все люди взрослые большой спектр возможных вариантов в общем если можно без этого обходиться лучше без этого обходиться хотя я знаю людей которые по пять лет в семье где по пять лет люди там разлуки были получали от своего политического убежища потом в итоге привозили семью и деток и все такое это тоже есть я не хочу сказать что такого нет все есть но просто как бы это это зона риска и такая вот история значит пытаясь логически давайте завершим тему значит пытаясь логически это все осмыслить я я не вижу никакого разумного такого вывода вот так что вот системы посчитать чтобы ему надо было здесь это время находиться значит сидит дома учи английский тестирование учи тестирования да хоть по-русски учи ну для начала учи по-русски там начнешь работать начнешь потихонечку там с языком и так далее хотя безусловно то время которое у него осталось до приезда в страну уже в легальном статусе я бы это время целиком и полностью потратил бы страстно потратил бы на изучение английского языка безусловно если он знает свою будущую профессию как бы он ее наметил он к ней идет то он может все это время слушать допустим да вот хоть на том же ютюбе слушать видео по профессии там процентов на 80 из индии народ на тему рассуждают но это тоже неплохо вот они же тоже все тут их тут больше чем нас все вместе взятых остальных поэтому по и вот заодно научитесь разбираться с индийским акцентом говорить на нем не нужно на этом вот акценте а понимать надо вот тут приходил дядька один вчера ну так по делу и у меня значит на смартфоне своем показывает видео как там в индии такой ну педагог или там он профессор кто он там я не знаю мужик лет тридцати пяти там он ведет урок по тестированию исправить там он и говорит вот что такое тестирование даже такое quality assurance и он говорит и ты за процесс значит и ну так с хорошим таким индийским акцентом но абсолютно каждое слово четко произносится его его очень легко и хорошо понимать просто очень многих каша во рту то есть он говорит и уж дело не в акценте а дело в том чтобы просто не этот не выходит вот вот бангалорские дела вот они так с кашей северная индия они очень четко говорят но короче вот он ведет урок сколько народа в классе непонятно но чувствует что толпище там большая почему чувствуется потому что они за ним повторяют он говорит quality assurance is a process which я не помню точно там слова которые он говорил хотя я бы с ним конечно не то чтобы согласился чем там и говорил полностью но нормально нормально ничего страшного вот и вот они за ним хором повторяют значит и он дядька пришел а он там руководитель компании небольшой у нас практикантов берет он говорит смотри какие люди бывают какие педагоги как вот работают вот так вот надо понимать акценты делайте поиск там software testing там software testing tutorial software quality assurance там и я не знаю посмотрите там там много всего и вот так как начнете так и пойдет поэтому давайте мы сергею его супруги и деткам пожелаем им успехов так у них на самом деле уже почти все в жизни есть я я бы так сказал но там по мелочи осталось конечно вот значит у него есть жена прекрасно у него есть детки замечательные он он каким-то образом легализуется в соединенных штатах что я хочу сказать большой бонус вот тем более что он хочет этого и ну конечно осталось там по мелочи язык подучить там профессию тестера освоить и дальше жизнь выйдет у него на такую как сказать крейсерскую скорость и он будет по ней значит там фигачить с удовольствием значит пройдет там лет не знаю 5 6 7 пока он станет тем кем не может стать на новом месте вот к сороковничку вот а дальше там какие-то новые горизонты будут посмотрят во всяком случае абсолютно все у него схвачено на мази там в смысле долгосрочных да мы сказали давайте разделим долгосрочные отделим от краткосрочных задать на долгосрочном плане у него абсолютно все схвачено идеально и даже я не хочу с этим заморачиваться в краткосрочном значит сидит дома учит английский тестирование пожалуйста не не страшно значит а если еще будет учить английский на предметные области тестирования это ему даст еще более такой взрывной что ли толчок в его дальнейшем развитии потому что он может учить английский скажем на примере там текстов про нефтяные скважины но это не то же самое что на профессиональном каком-то материале то есть он меньшими усилиями получит больший результат вот вот в этом взрывность так сказать вот этого всего поэтому все у них отлично и в общем будете в наших краях приходите и там как кофей с тортиком за мной значит а с вас история жизни в частности как собственно легализовались тоже многие из тех кто нас сегодня спросит смотрят они спрашивают как же как же все таки легализовался этот человек знаете как этот тост был а как иван царевич шел чтобы узнать почему каждое утро взлетает волшебная птица феникс высоко в небо и опускается да простят меня присутствующие здесь дамы голым задом на раскаленный песок и он там шел 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 много в общем пока дошел и и это так почему же взлетаешь ты о волшебная птица феникс каждое утро высоко в небо и опускаешься да простят меня присутствующие здесь дамы голым задом на раскаленный песок и отвечала ему птица феникс а потому иван царевич взлетаю я каждое утро высоко в небо и опускаюсь да простят меня присутствующие здесь дамы голым задом на раскаленный песок что я ищу друга вот ответ пройти вот как же о замечательный молодой человек 33 лет сергей легализуешься ты в соединенных штатах вот вот этот вопрос игоряда иготок выпьем за дружбу там там кончается тем выпьем за дружбу значит а мы выпьем друзья за сергея его супругу и деток и за меня пить не надо просто лайк поставить и все больше ничего не надо счастливо